Эпопея с отставкой генерального прокурора наконец окончена. Эдуард Харунжин сам написал заявление. И пусть он заявляет, что ушел с высоко поднятой головой, мы-то знаем, что никогда еще за все годы независимости авторитет прокуратуры не опускался так низко. Последний бастион олигарха. Так в эти дни говорили о генпрокуратуре в СМИ. И вот яснее ясного возникают самые важные вопросы. А понесет ли он наказание? А застрахован или мы от повторения ситуации? Ну или так вот, например, какой генеральный прокурор нужен в сегодняшней Молдове? Словом, говорить есть о чем. Вы смотрите Дело Принципа. Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. Я представляю гостей, которые добрались сегодня до полюса. Василий Боля, депутат от партии социалистов Республики Молдова. Добрый вечер. Добрый вечер. Хадей Нагачевский, советник председателя парламента. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас в новой должности. Станислав Павловский, экс-министр юстиции. Жалко, что экс, но, тем не менее, ваша должность сегодняшняя звучит так. Хотя мы можем еще вспомнить про Европейский суд по правам человека. Хорошо. Первый вопрос, самый простой. Больше всего, наверное, людей волнует. Смотрите, господин Харонджин целый месяц практически, да? Даже чуть больше. Держал оборону. Держался за свой пост. И вот сегодня, тем не менее, он принимает это решение. Вот как вы думаете, что могло повлиять на принятие решения? Господин Боля. Видимо, он закончил то, что должен был закончить. То есть, по-моему, этот месяц ему нужен был для того, чтобы либо замести следы, либо вот те хвосты, которые, я уверен, что были, есть в прокуратуре, что касается, я не знаю, дел на бизнесменов и так далее и тому подобное. И другие хвосты подчищали, зачищались. Я думаю, что лишь из этого. Ушла работа с документами? Я думаю, что да. Потому что, знаете, как мы на днях в парламенте тоже коллеги шутили, да, что нужно резидентам-медикам, да, врачам дать идею написать докторскую диссертацию о влиянии гипертонии на пищеварение. Почему? Потому что прошла информация, что экс-генпрокурора, да, у него там вдруг гипертонический кризис, да, но лежал он где-то в гастрологии, да, в другом совсем отделении. Поэтому, опять же, ну, знаете как, этот театр, он уже на Молдавском, как говорится, дизгустатор, да, почему? Потому что уже, по-моему, да, вот та же самая Дриана Бетшор, да, у нее, как у женщины, да, хватило силы и духа, да, просто вот сказать, взять и уйти. А вот у Харунжина, да, вроде бы сильный пол, скажем так, вот у него этого духа не было до сих пор просто взять и уйти. А причина, я думаю, что была лишь эта, видимо, пытался что-то там затереть. Спасибо. Господин Павловский, в этой студии звучали другие версии. Вот приходили наши спикеры и говорили вот о чем, что происходит. Да ушел бы и сам господин Харунжин, но вот его держат, держат господин Плоходнюк и те, кто с ним. Да, вот они как бы настроены на то, чтобы непосредственно господин Харунжин не раскрывал те секреты, коими, безусловно, он владеет. Вы к этой версии как относитесь? Знаете, я так считаю, что придет время, когда господин Харунжин должен будет сам дать обществу ответы на эти вопросы. Потому что должность, которую он занимал, она слишком высока, слишком ответственна и предполагает слишком много власти для того, чтобы человек просто так потихонечку ушел, я вот написал заявление, это по состоянию здоровья, это совершенно не тот случай. Тем более в ситуации, когда все общество кипит, когда с каждым днем открываются все новые и новые и новые преступные схемы, расследование которых было обязанностью органов уголовного преследования, которые возглавляются генеральной прокуратурой и, опять же, которая возглавляется кем? к господинам Харунжинам. То есть господин Харунжин, как бы он ни говорил, что я занимался зарплатами, я занимался зданиями, перемещением с одного здания в другое, это мое самое большое достижение. Это все неправда, это все отговорки для государства. Его задача была обеспечения режима законности в Молдове. Вот как он справился с этой задачей? Обеспечил ли он режим законности в Молдове, либо не обеспечил? Я думаю, что на эти вопросы он должен будет ответить когда-то обществу. Я думаю, что на эти вопросы еще должны будут ответить те, кто непосредственно будет принимать решения в отношении его судьбы. Тоже по закону. Я ловлю ваш взгляд и сразу отвечаю на ваш вопрос. Мне кажется так. Да, знаете, я сторонник законности всегда и во всем, и я не сторонник конформизма. Сейчас в обществе очень много ажиотажа, что надо там того в тюрьму, этого в тюрьму, этого закрыть, того закрыть, того освободить, того освободить. Я не сторонник телевизионной юстиции, я следственник по своему формированию, я прокурор по своему формированию, я отработал 21 год в Генеральной прокуратуре. Поверьте мне, я знаю, как это все очень сложно доказать человека таким образом, чтобы не нарушить презумпцию невиновности. Спасибо. Господин Ногачевский, вот ваше мнение. Почему человек месяц вот так держался, говорил, что уйдет тогда, когда посчитает нужным, потом еще там были у него ответы весьма оригинальные, не стоит сейчас их перечислять. Не могу протестовывать ни позицию господина экс-министра юстиции, ни господина депутата, но в том же мнении я могу сказать, что вот как я понимаю, все это можно одним словом сказать узколобость, просто узколобость. Почему? Я объясняю. Он не понимает, что такое политическая воля. Вот он почувствовал себя пучистым каким-то, он думал, что он сможет противостоять политической воле. Он не понял, что такая декларация об узурпации власти, и что такое декларация о том, что мы находимся в состоянии захвата. Это не только политические акты, это политическая воля, это политическая воля народа. Это не какая-то оппозиция высказала такое мнение, это высказало большинство. То есть когда он говорил о том, что политика не влияет на него, он не понимал тонкости между политической волей и политическими обстоятельствами? Я уверен, он даже вчера или позавчера еще говорил, что когда во вторник что ли было решение принято, дополнительное парламентское решение, на этой неделе, когда они приняли решение, констатации факта того, что он был неправомерно назначен на эту должность, так как он являлся еще и его генпрокурором на момент конкурса. И в законе запрещено те, которые являются членами высшего совета прокурора в последние шесть месяцев, чтобы участвовали в этом конкурсе. А как и его генпрокурором он тоже являлся членом вот этого высшего совета прокурора. И он опять же высказал, что это обычная политическая декларация парламента. Нет, господин прокурор, это не является обычной политической декларацией. Она истекает из состояния захваченности государства Республики Молдова. Это является имплементацией политической воли народа Республики Молдова. И пока вот эти начальники, так называемые, не поймут, что такое политика, что такое законность и что такое еще и легитимность, потому что это два элемента самые важнейшие для любой структуры авторитарной. Я говорю, и судебная система, все системы вот эти наиважнейшие, конституционные, они должны иметь и законность, и легитимность. На момент, когда ты теряешь легитимность, ты понимаешь, что из-за тебя легитимность уходит в ней. Я имею ввиду вот этой структуры. Этот человек не имеет права там находиться, он должен побыстрее уходить из этой должности, потому что он делегитимизирует структуру. Для меня не интересует, кто является генпрокурором, вообще не интересует имя, меня интересует структура. Меня это структура, потому что я понимаю, что от функциональности вот этой структуры и от доверия граждан к этой структуре зависит в принципе функциональность вообще структуры и функциональность государства Республики Молдова. Вот он сейчас дискредитировал именно функциональность Республики Молдавы. Он чуть не пошел до, я не знаю, до чего он хотел дойти, что он хотел получить. Все равно парламент является папой прокуратуры и мамой прокуратуры, потому что парламент ее создал. И парламент имеет все инструменты для того, чтобы поменять все, что он хочет на территории Республики Молдавы. Не знаю, что он думал насчет папы и мамы, но мне кажется, что он совершенно четко знал, что его главный родственник выше. Мне кажется, что он должен был большие ожидания, родственные ожидать, прежде всего от высшего совета прокуратуры. И не напрасно он ожидал, господин Павловский. Вот сегодняшнее заседание ведь было, да, и что показало оно? Оно показало, что дело не только в генеральном прокуроре, оно показало, что во всем институте прокуратуры у нас, господа, на сегодняшний день есть очень большие проблемы. Да, два слова. Я абсолютно согласен с тем, что сказал господин Павловский сейчас. И добавить, что парламент, он действительно является выразителем воли народа. То есть господин Харунжин, вступая в противоречие с парламентом, он вступил в противоречие с собственным народом. А игры с собственным народом никогда хорошим ни для кого не заканчивались. Что касается Совета Магистратуры, прошу прощения, да, 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 прокуроров, конечно, вы правы. Что касается Высшего Совета Прокуроров, надо сказать, что я изначально ожидал такого их поведения. Изначально ожидал такого их поведения. Надо сказать, что этот Совет Прокуроров был сформирован предыдущей властью, и там нет ни одного случайного человека. Ни одного случайного человека, там люди, которые были продвинуты, продвигались, ну, за исключением тех, кто представляет гражданское общество в некотором роде, а те, кто по линии прокуратуры, там все продвигались люди, преданные режиму. И ожидать от них другого поведения было бы просто большой политической наивностью, что, конечно, было бы непростительной ошибкой. Поэтому следующий шаг, на мой взгляд, следующий шаг, вы должны поменять состав этого Совета Магистратуры как можно быстрее. Потому что этот Совет предлагает Генерального Прокурора. И завтра мы проснемся с тем, что у нас будет второй Харунжин на посту Генерального Прокурора. И президент будет поставлен перед необходимостью согласиться с этой кандидатурой. Я понимаю, о чем вы говорите, но могу вам сказать такое, что сейчас рассматривается не только этот вариант. Я думаю, что рассматривается вариант в том числе, должен ли Совет предлагать свою кандидатуру президенту. Потому что, вы понимаете, как, вот сейчас я вопрос к вам, господин Боля, как у нас получается. У нас в обществе стали образовываться некие, знаете, как подкасты. Кланы, да? Да, кланы, понимаете. И они абсолютно точно. Ведь получается, что, знаете, ворон ворону глаз не выклюет, а прокурора на прокурора, извините, не пойдет. Так было до сих пор. И поэтому до тех пор, пока вот будет так, они будут сидеть, предлагать, и еще президент, значит, со второй попытки или с третьей, по-моему, даже не будет иметь права отвергать то, что они ему предлагают. Может быть, как-то стоит глубже копнуть, господин Боля? Ну, опять же, говоря о сложившейся ситуации, согласен с господином Павловским, нужно, знаете как, очень глубоко к этому отнестись, к этому вопросу. И полностью согласен, что в нынешнем составе Совет прокуроров, который будет проводить конкурс и предлагать президенту кандидатуру будущего генерального прокурора, я думаю, что в нынешнем составе они полностью себя дискредитировали. Говоря вообще о высшем совете прокуроров и высшем совете магистратуры, мы не один раз говорили о том, что вот эти органы ауто администрали судебную систему, потому что прокуратура является частью вот этой судебной власти. Говоря об этом, мы всегда говорили о том, что вот эти органы надо реформировать. И почему нет... А мы их реформировали? Подождите, подождите. И почему нет, вот пойти по пути, я не знаю, как и у наших соседей, да, сделать один единственный орган, высший совет магистратуры, с двумя коллегиями. Так. И вот, чтобы была коллегия прокуроров, коллегия судей. Да, сегодня в законе написано, что ты можешь делать вот высший совет прокуроров, высший совет магистратуры, сколько бы там членов ни было, но большинство должно быть у судей и, соответственно, у прокуроров. Согласен с другими мнениями о том, что мы должны вот в эти структуры запускать больше людей из, я не знаю, из гражданского общества, то есть людей, которые имели бы возможность, да, в том числе наблюдать за тем, что там происходит. Чтобы не было вот чуть-чуть разбавить вот то, что вы говорили, вот эту кастовую систему. Да, я вам сейчас пример приведу, когда был конкурс по поводу конституционных судей, ведь одного из судей, не буду называть его фамилию, ведь он у нас прошел, значит, как представитель гражданского общества, и все аплодировали, говорили, как здорово, что в этом суде есть хоть один честный человек. И один из прокуроров тоже. Вы понимаете, и чем все закончилось, что этот честный человек голосовал точно так же, как те судьи, которых в обществе принято называть бесчестными, я правильную формулировку подобрала господин Павловский, и к чему мы пришли? То есть, получается, эти фильтры, что мы вот сегодня вроде бы как общество предлагает, а завтра разочаровываются? Нет, я думаю, что, знаете, по крайней мере, мое мнение, чем больше мы расширим вот эти составы, скажем так, тем фильтры будут лучше. И, по крайней мере, будет возможность вот некоторые вещи, да, либо их показать обществу, да, что там творится вот какой-то между собойчик или что-то в этом роде, да, либо не дать, знаете, как разгуляться вот этой касте прокуроров, либо судей и так далее. Спасибо. Господин Ногачевский, я боюсь, когда люди говорят, что в Молдове будет некая реформа. Я не знаю, может, вот сейчас уже у нас будут другие времена, и мы перестанем пугаться этого слова. Поясню свою позицию, ведь реформа прокуратуры у нас, она у нас несколько лет идет. Уже третья, уже третья. Да, я последний скажу, самый любимый. Вы понимаете, как, в чем, до моего взгляда, отличие от этой реформы? Она абсолютно одобрена была представителями Венецианской комиссии с некоторыми добавлениями. По этой реформе у нас были советники европейские, кстати. Понимаете, ожидания были... Да, все говорили, как будет замечательно. Только в один из моментов, когда неполномочный президент подписал указ о назначении господина Харунжина, все сделали вид, что ничего не происходит. Ну, вот так вот оно у себя есть, да, господин Ногачевский? Да, да. И понимаете, как? И когда вот мы сейчас ждем, что вот нам кто-то поможет, что мы что-то реформируем, вот что мы нового вообще можем предложить, если у нас вот такие люди, что называется, понимаете, смотрели реформу, говорили, все здорово, сделайте так, будете жить хорошо и счастливо. Значит, у нас закон о прокуратуре, вот этот, если я не ошибаюсь, уже где-то пятый. У нас разные формы назначения были, и прямые назначения, и конкурсные назначения, ничего не меняется. Знаете, почему не меняется? Не меняется из-за того, что не было политической воли. Вот все зависит от политической воли. Я не боюсь назначенного прокурора, не через конкурс. Я боюсь, когда нет политической воли, либо политическая воля такая, чтобы контролировала прокуратуру. И вот политическая воля должна быть. Так, монетаризируешь прокурора, чтобы он не деликатизировал структуру. Как чувствуешь, что прокуратура начинает заниматься непонятно какими делами, вот подключается парламент постоянно. Вот это является качественной работой. А вот то, что мы меняем формулы назначения, выдвижения, все это ни к чему хорошему не приводит. Потому что эта каста, пока ей дает возможность, политическая воля заниматься своими делами, они занимаются своими делами. А если парламентарии будут следить именно, чтобы эти соблюдали именно положение стороны легитимности, потому что парламент чувствует волю народа, он общается, депутаты общаются с народом. Если народ говорит, слушайте, да там коррупция, там ничего не меняется, значит нужно дополнительные инструменты подключить именно по монетаризации. Потому что это и есть обязанность парламента, монетаризировать, что происходит с другими структурами. Не влезать, оно влезает только для ребалансированной вот этой структуры. И это самое важное, нам нужны качественные реформы, а не количественные, потому что количество ничего хорошего не приносит. И мы находим качественных людей, но если мы их засовываем в испорченную структуру и их не монетаризируем, то эти качественные люди тоже превращаются в системных работников и работают так, как работает система. Все от головы портится, от парламента. Парламент будет работать хорошо, все будет работать в системе нормальной. И это наиважнейшая ситуация, которую мы все должны понимать. Вот почему дестабилизировалось все, желание какое-то, оптимизм появился, потому что политическая воля диктует совсем другие эмоции. Это самое важное. Вот для этого парламентарии избраны, для того, чтобы давать, именно представлять волю народа. Потому что это должны чувствовать именно эти мократы. Хорошо, я поняла вас. А если не происходит так, как говорите вы, то у нас есть претензии к генеральному прокурору. Может не у нас, может у госпожи Санду и у господина Анастаса. Вот четко у них есть, какие они, собственно говоря, вменяют нарушения. За что? Его необходимо было снять любым, что называется, способом. За политические дела, в которые он внес вклад, за его бездействие в ликвидации преступных схем, совершенных людьми режима, за отсутствие прогресса в возвращении украденных денег и ненаказания, причастных к банковскому мошенничеству, за захват бизнеса, очень много-много другое. В принципе, мой вопрос о другом. Какие последствия для господина Харунжина могут быть после его добровольной отставки? Знаете, я думаю, что мы должны взглянуть шире на эту ситуацию. Парламент принял свою декларацию, постановление о захваченном характере государства. Никто не может это постановление, декларацию игнорировать. Никто не может. Надо же найти свою практическую реализацию в правовой деятельности, в том числе и тех, кто будет заниматься уголовным преследованием людей, вовлеченных в этот процесс захвата государства. Потому что те преступления, которые вы только что перечислили, они являются ничем иным, как составной частью процесса захвата государства. В захваченном государстве по-иному и не могло быть. И не могло быть, потому что никто не захватывает государство просто так ради личного интереса. Захватывается государство для чего? Для личного и незаконного обогащения. Захватывается государство для чего? Для отжима бизнесов. Захватывается государство для чего? Для обеспечения личной безопасности и сохранности своего наурованного имущества. И в этой ситуации, конечно же, роль генерального прокурора, она ключевая. Я далек от мысли того, чтобы обвинять госпителя Харужина. Я не знаю, что он совершал, чего он не совершал. Я не могу позволить себе нарушать принцип презумпции нев unboxи. Но поскольку парламент принял эту декларацию, опять же, будучи юристом, я не могу ее игнорировать. Потому что в моем представлении парламент, это как президент страны, мы имеем два органа. Президент и парламент, которые избраны прямым голосованием всем народом. То есть они, эти два органа, я абстрагирую. Имеют наибольшую легитимность. Они имеют наибольшую легитимность, они являются правными представителями воинземления всего молдавского народа. Это правда. Поэтому мы не можем это игнорировать. Что касается реформы, я в два слова хотел сказать про этот вопрос. У меня взгляд более радикальный на эту тему. Более радикальный. Я считаю, что у нас вообще закон о прокуратуре, это никому не нужный правовой акт. Вот возьмите Соединенные Штаты Америки, там у них есть закон о прокуратуре? Нет. А прокуратура работает идеальнейшим образом. Возьмите Францию, Италию, Германию, Испанию. А знаете почему? Я знаю почему. Я знаю почему. Потому что они знают, что если кто-то из них нарушит хоть на йоту закон, он непременно за это поплатится. Ну это одно разумное объяснение. Я знаю другое объяснение. Я был частью этой системы, я присутствовал при рождении всех этих законов и их модификациях. Я вам заявляю, что закон о прокуратуре в существующем виде, он имел несколько целей. Одна из целей. Создание базы для повышения заработной платы, создание базы для привилированных пенсий, создание базы для социального обеспечения, создание базы для закрепления ставленника соответствующих кругов в функции генерального прокурора на веке вечной и трансформирование его в некого юридического башка, которому все поклоняются. Нам нужен такой закон о прокуратуре. Он нам не нужен. Задача нормальная, задача прокурора. Конституция предусматривает назначение генерального прокурора. Там только если исключить по предложению Совета магистратуры. Президент назначает прокурора. Точка. Назначает и снимает. А дальше уже генеральный прокурор, он издает инструкции, приказы, руководство, которым он регулирует всю внутреннюю деятельность прокуратуры. Так оно должно быть. Парламент, это не его, не царское это дело, вмешиваться во все эти мелочные вопросы. И я думаю, что рано или поздно у нас в обществе появится необходимость осознания того, что этот рудимент предыдущей системы, он должен быть... Поняла вас. Карфаген должен быть разрушен, как говорится. Пока эра милосердия, как я перефразирую, знаете, не наступила, народ желает знать. Господину, генеральному прокурору, все-таки за то, что ему вменяется, он будет отвечать? Если да, то как? Если да, то как? Это должен сказать будущий генеральный прокурор. И будущие, скажем так, если не реформированные, да, то даже не знаю, как подобрать слова, да, органы прокуратуры должны этим заниматься. Понимаете? Я понимаю, но народ задает вопрос. Вы перекрыли аэропорт, я прошу прощения, перекрыли уже аэропорт, все же помнят, да, как случилось с некоторыми людьми. С этой точки зрения, есть очень интересная книжка, да, можно ее найти в любом книжном магазине, в закон, называется Уголовный кодекс. Его надо прочитать от заглавной буквы У, да, как говорилось в одном известном фильме, да, тиража типа краска печати, да. И там все четко и ясно написано. Неглижен ценсервичио. Или если человек халатно относился к должностным обязанностям и не предпринял соответствующие меры, должен он понести наказание? Думаю, что да. Должна быть соответствующая правовая оценка всему этому. Почему? Потому что, как и у людей, у меня тоже очень много претензий. Вот вы говорили о том, что премьер, президент, да, говорил о тех, о том бездействии или определенных действиях, да, в том числе генерального прокурора. Это не слова президента, это слова народа, понимаете, то, что люди чувствуют, то, чем они каждый день сталкиваются. Я понимаю. Почему? Потому что идешь в эти органы, их людей вообще не слушают. Каждый занимается чем хочет. Есть определенные процессуальные нормы, есть определенные процессуальные термины, да, в каком, то есть в течение какого времени это должен предпринять определенные меры. В парламенте, вот если говорить о вот этой краже миллиарда, да, предыдущая власть сама создала целый орган по возврату денег, добытых преступным путем. Не только с миллиарда, а так пресловутой ОРБИ, агенция де рекупераря бунтерлором фракционально. Вот я хотел бы, не знаю, может быть, к осени, да, мы их пригласим и спросим, ребята, а скажите, пожалуйста, вот в чем ваш, какой ваш КПД, да, коэффициент полезного действия? Вот вы скушали там ваши зарплаты по 20-25 тысяч леев в течение там двух лет? Вот скажите сегодня, какие деньги, в каком количестве, из каких там преступлений, да, вы бы вернули в мозолистые руки либо гражданина, либо в закрома государства? Я уверен, что там ситуация очень плачевная. И отвечая, опять же, на ваш вопрос, вот всему этому должны дать оценку юридическую органы, опять же, прокуратура. Хорошо, поставлю вопрос, да, я понимаю. И судебная система. Хорошо, тогда вопрос острее. Если можно, да, нет. Вы говорите, должны дать, а дадут? Не знаю. Должны. То есть вы настаиваете на это? Спасибо. Я настаиваю, что они должны это сделать. Я поняла. Господин Многочевский, вы слушаете нас, телезрители, и... Вы обережаетесь, спасибо. Слушают нас, телезрители, и думают, они говорят про захваченное государство. Но если есть захваченное государство, значит, есть захватчики, думают себе наши телезрители. Да, конечно, конечно. Значит, они должны быть наказаны. То есть я не задаю вопрос про посадки еще там, да, хотя уже многие, знаете, задают прямо этот вопрос, да. Я вот спрашиваю, действительно, ответит ли господин генеральный прокурор и те, кто в прокуратуре занимался, ведь он не один делал какие-то вещи, которые можно предъявить, да. Мы же понимаем, что была целая, извините меня, сеть прокуроров. Я не знаю, структура, да. Мне вот, например, очень по сердцу вот пришел один комментарий, это когда Мирча Рашуору, тоже прокурор, вот он что сделал. Когда Харунжин подал в отставку, значит, бывшие коллеги аплодировали ему, поблагодарили и заявили, что мы надеемся, что черная туча улетучится. И выразили господину Харунжину личную благодарность. Ну, в общем, тут, я не знаю, тут много чего было сказано, да. Ну, провели начальника, ну, ничего страшного всего, может быть, после этого начали танцевать от радости, мы же не видим, что было за камерами, в конце концов, это я шучу, конечно, но если говорить про господина Харунжина, сегодня Высший совет прокуроров сделал все-таки обращение в прокуратуру, переправил какое-то обращение в прокуратуру для того, чтобы рассматривал через составляющие узурпации власти, как я понял из этого обращения, которое сделал Высший совет прокуроров, есть уголовное дело по узурпации власти, и к этому делу было приобщено обращение какое-то, которое они сегодня распатривали в Высшем совете прокуроров. Вот по первому элементу, который он должен объяснить ситуацию, объяснить его пользу, либо его непричастность к этой ситуации. Дальше все появляется, многие-многие информации по поводу того, что он где-то не отсутствовал как прокурор, я имею в виду, что не работал, халатность какая-то. Где-то уже говорится, что он покрывал вот все эти схемы. Я понимаю, что на момент, как появится новый генпрокурор, эти все дела, они будут рассмотрены, и он будет вызван для того, чтобы он объяснил ситуацию. Это все-таки является дезинформация, публичная дезинформация, тут нет ничего реального, или все-таки есть какие-то вопросы с уголовной точки зрения. Я сомневаюсь, что нет вопросов с уголовной точки зрения. Я думаю, что там все-таки есть, но опять же, как сказал господин Боля, все-таки должен прокурор, и в конце концов судья высказать. Все-таки есть элемент презумпции невиновности, и хочешь, не хочешь, я тоже юрист, и не могу чересчур переходить вот именно через эту грань, юридическую презумпцию невиновности. Я уважаю, но вот с публичной точки зрения у меня есть очень много сомнений по поводу того, что он не причастен к каким-то делам. Вот с публичной точки зрения, как гражданин, вот то же самое чувствую, что там ничего хорошего нету, там очень много нечистого есть. И я хочу, чтобы новый генпрокурор объяснил мне, как гражданину, чисто все было ухранжено или не было чисто. Я много чего знаю, как он давил на адвокатов. Опять же, мне говорили адвокаты, мне информировали адвокаты насчет того, что вот он, когда адвокаты выходили на протесты по поводу того, что чрезмерно используются меры ареста против своих клиентов, то господин Харужин реагировал так, как он реагировал. И эти все элементы мы будем тоже рассматривать, потому что они с 2016 года, вот эти все, система прокуратуры издевалась над системой адвокатуры, потому что я являюсь представителем адвокатуры. Я из-за них тоже страдал, как и все, потому что они пытались всегда закрывать рот, они ходили всегда как царьками. Благодаря, включая господину генпрокурору, который давал именно такой сигнал издеваться, как я понимаю, над адвокатами. И они делали из адвокатом вот это, как он сказать, легумы, я не знаю, как по-русски. Ну овощи легумы. Вот овощи, овощи, когда ты боишься высказывать, адвокаты боялись представлять своих клиентов, вот до этого мы дожили. Вот за это я должен его уважать, и за это он говорит, что он ушел с достоинством. Какое у тебя достоинство? Достоинство, оно должно было быть, как у тебя первое указание пришло, и ты отказался бы и ушел. Вот это является достоинством. Хотя бы 8 июня, когда была принята декларация в захваченном государстве, где указано, тебя просят. Уйди с поста генпрокурора, если бы ты в этот день бы ушел, может быть я еще бы мог разговаривать про достоинство. После месяца, когда ты уже понимаешь, что все, но все равно этот декрет будет вынесен. И ты понимаешь, что ты по-любому идешь. Для того, чтобы ты получил вот эту зарплату за то, что ты уходишь добровольно, так называемо, с юридической точки зрения, вот ты подаешь вот это заявление. Она это не поможет. Все равно мы все эти вопросы должны рассматривать и публично разговаривать, потому что он не должен уходить где-то в историю, мы не должны забывать про него, потому что он 3 года нам помогал, чтобы мы чувствовали себя счастливо на территории Республики Молдова. Для этого мы тоже ему сейчас должны помочь, чтобы он чувствовал, чтобы он, я ему желаю, чтобы он тоже имел право на рассмотрение древтого процесса и китабил, так как он делал для клиентов, вот минимум, как я, как адвокат своих клиентов, вот так как он заботился о правосудии, вот такой же процесс, чтобы у него был. Вы знаете, депутат от блока АКУМ Сергей Литвиненко предлагает ему варианты. Вот он, смотрите, что сказал. Харунжин зашел слишком далеко. Он должен понести уголовную ответственность за выполнение приказов Плохотнюка. А вот донос Харунжина на Плохотнюка, конечно же, будет смягчающим обстоятельством, написал депутат. Ну, конечно, все вспомнили про доносы господина Шора и о роли доносов в нашей, что называется, юридической системе и политической системе. Вот я прочла эту цитату. Давайте его прокомментируем. Вот давайте так. Обратитесь к господину Харунжину, скажите, вот можешь. Ну, я не собираюсь обращаться к господину Харунжину, но у него он выбрал себе свой путь. Мы когда-то вместе работали в генеральной прокуратуре много-много лет назад. Ну, господин Харунжин выбрал свой путь. Я думаю, что каждый отвечает за свое поведение, каждый отвечает за свой выбор, в конце концов. Но я хочу сказать, есть в Библии написано, что не суди, да не судим будешь. Это первая часть. А дальше, что написано, мало людей знает. А дальше в Библии написано, что если нет, то ты будешь судим тем же судом, который ты судил. И отмерится тебе той же мерой, которую ты мерил. Вот эта вторая часть, то, что сказал Бог, наши судьи, наши прокуроры, я бы им посоветовал написать транспарант и повесить у них в кабинете в каждом. Потому что господин Ногачевский сказал, что он справедливое судебное разбирательство. Я с этим согласен. Я бывший судья в стране как судье. Не могу судить иначе, как вот этими категориями. Но я в то же время и христианин, я тоже верующий. И Библия для меня не менее святая вещь, святое писание, чем европейская конверсия, я бы правил человека. Вообще любопытное такое сравнение. А это очень философский такой большой спор, формат не для этого спора. Но в принципе, если нет, то судимы будете тем же судом, которым вы судили. И ни один судья не будет иметь права просить чего-то другого, кроме того суда, который он судил лично. Это то же самое относится и к господину Харужину. Я хочу, чтобы вы прокомментировали. Господин Харужин, вы вспомните, у нас еще есть специализированная прокуратура. Прокуратура о коррупции. Которую нас создавали. Прокуратура по специальным делам. Печа Кокс, так название. По беззаконию. Вы знаете, и дела творились там тоже страшные. Когда Печа Кокс, открывали дела на бизнес-магазин. Представьте себе, у человека есть фирма. Если у вас есть на этой фирме администратор и бухгалтер, они есть на всех предприятиях. Все, это преступная группировка. И под этой статьей применяли, что это преступная группировка, которая не заплатила два лея кота местного налога. Их сразу же куда-то в пенденциар закрывали, а потом начинали с ними разговаривать. И таких дел было очень много. Я вот, не знаю, общаясь с коллегами, говорят, что вот такого рода дела, которые были открыты антикоррупционной прокуратурой, чисто для того, чтобы прессинговать на бизнесменов, вот сейчас, чтобы они, знаете, как дела, которые были с фонаря открыты, чтобы они их не закрывали, они начинают передавать там в сектора, там, не знаю, прокуратуру сектора такого-то, или в какой-то комиссариат. И с просьбой, да, чтобы они там закрыли, и чтобы это все там лежало, чтобы тогда, когда кто-то задерживал антикоррупционную прокуратуру, то, чтобы не нашли вот те беззакония, которые творились. Но, знаете как, все оставляет свой след. Все. И философски говоря, да, вот то, что писал когда-то Достоевский, да, нет преступления без наказания. И я думаю, что... Ну, мы еще знаем, что да, нет идеальных преступлений, но это совсем другая... Не, знаете как, невозможно, чтобы это все было бесконечно, да, чтобы это... Да, это правда, это правда. А потом, после этого, знаете как, воздается каждому по заслугам. Господин Нагачевский, вот сейчас есть острая необходимость в том, чтобы были совершенно четкие доказательства того самого захваченного государства. И сейчас вот в отношении господина Плохотнюка, да, вот сейчас занимаются, как бы тоже нужно что-то менять. Я понимаю, что здесь и политика, я все понимаю, и новая власть пришла, и они должны разобраться с этим всем. А вот этот совет господину Харунжину, как вы считаете, это могло бы стать, не знаю, вот его вкладом, не знаю, такое хорошее, доброе дело. Под конец взять и все честно рассказать. Ну, давайте не будем это называть доносом. Сделки с признанием виновны, они рекомендуются виновны. Признание виновны. Признание виновны. Приносит к уменьшению ответственности. На уменьшение наказания. А то это не признание виновны, а чтобы указали, кто на него влиял. Да, чтобы сказал господин Плохотнюк, заказывал, да, чтобы генеральная прокуратура делала. То-то-то, то-то, то-то, то-то. Значит, заключи с ним мировое соглашение, сделку так название. Но все равно, если он делал какие-то неправильные дела, за это он должен отвечать и он уголовно. Я объясню, 7 апреля 2009 года закончилось ничем все рассмотрение. И вот мы опять приходим в какой-то коллапс политически непонятно к чему до декларации о захваченном государстве. Надо этот процесс закончить. Нам нужно и наказание, реальное наказание для того, чтобы у нас не было вот этой репетитивности вот этих сценариев. Потому что я очень боюсь ситуации, что если чуть-чуть расслабить хватку, эти медведи не спят. Они в любой момент могут сделать провокации для того, чтобы сдвинуть эту власть и для того, чтобы опять сделали захват власти. Если они не будут чувствовать, что их накажут, что они сядут за свои преступления, в таком случае они себя будут чувствовать комфортно. Не хватает просто отобрать их денежки. Нет, этого не хватает. Они должны сидеть и хорошо сидеть для того, чтобы больше никто не думал, что так можно. Так нельзя жить, господа. Нельзя убивать это государство. Нельзя убивать свой народ. Тебя туда послали, как начальником. Туда, туда, туда. Не для этого. Хочешь бабки зарабатывать, иди в бизнес, не лезь в государственные структуры. Это не для того, чтобы... Вот золотые слова, что называется. И я слушаю вас, и в плане того, вот наказания, не наказания. Я понимаю, что должен прийти такой генеральный прокурор следующий, который кроме блестящего образования, у него должен быть просто вот такой вот железобетонный, сильный характер. Это должен быть такой человек. Да, болевой, во-первых. Абсолютно. А как вы думаете, вот в отношении этой кандидатуры легко договорятся составляющие новой власти, вот новой коалиции? Ведь все же говорят, смотрите, это будет первая проверка, серьезная, на то, насколько совместимы составляющие этой коалиции. Господин Боля, договоритесь? Я думаю, что да. Я уверен, что... Вот знаете, в 2016 году, когда была вот эта пресловутая реформа, когда мы работали над законом о прокуратуре, опять же, кто-то от либералов, кажется, говорили, что нам нужен там прокурор из Румынии, Дениатра, Чиспруту и так далее и тому подобное. Говорили. И я тогда говорил приблизительно следующие слова. Я уверен, что вот будущий генеральный прокурор, он не где-то там в Ясах, в Бухаресте, не знаю, в Клужи или это. Он сейчас, я уверен, 100%, что ходит где-то пешком по улицам Кшенева. Я уверен в том, что у нас есть вот люди волевые, которые могли бы навести порядок. Просто для этого, опять же, нужна политическая воля. И нужно дать, скажем так, этому человеку полноценную руль в его руки, для того, чтобы он навел этот порядок. В том числе в составе прокуратуры, да, среди тех местах прокуроров, которые у нас есть в стране, и в том числе вот по этим делам, которые были открыты или еще не открыты, да, для того, чтобы довести вот определенную ситуацию до логического конца. Я понимаю, то есть компромисс с представителями блока ОКУМ все-таки возможен, и вы в него верите, потому что... Мы общаемся, я вам еще раз говорю, нет... А вот это вот противоречие, ведь я так, насколько понимаю, уже сегодня никто не ставит вопрос, строго должен быть европейец или представитель, я не знаю, там, не с молдавским. Ведь так, это важно, господин. Здесь важно определиться с теми принципами, которым должен соответствовать этот человек. То есть абстрагироваться от имен, абстрагироваться от гражданства за границей, Молдовы, неважно. За границей по закону невозможно, не может быть... Ну, сейчас, да. Но проблема даже не в этом, я абстрагируюсь от этого. Важно определиться с теми задачами, которые стоят перед генеральным прокурором в данный момент, в текущий момент. Задачи, первые, задачи, которые стоят. Второе, пути решения этих задач. И третье, какими качествами должен обладать... Способы. Да, это пути, то, что я назвал, это способы. И третье, какими качествами должен обладать этот человек, для того, чтобы он был способен... Ну, вот мы назвали, да. ...для того, чтобы он был способен решить эти вопросы. Мы не должны никогда подменять законность целесообразностью. Никогда. Законность – это высшее выражение целесообразности. То есть когда мы говорим о том, что надо сделать вот то, вот то, вот то, сейчас очень много было политических заявлений сделано о том, что надо возбуждать дела, надо осуждать, надо арестовывать, надо закрывать, отбирать, отысковывать и тому подобное. Это очень важно, для того, чтобы наши зрители поняли, что мы должны для себя четко определиться. Если мы обладаем демократическими ценностями, если мы преследуем демократические цели, мы не можем это сделать, кроме как демократическим путем. То есть генеральный прокурор, первое же всего, должен быть законником, законником. Второе, он должен обладать опытом прокурорской работы, потому что, я здесь согласен с господином президентом, когда он говорит, что должен быть прокурором, опытом прокурора. Почему? Потому что прокурорская работа – это математика. 2G2-4, не 2G2-6 или 8, как кому-то захотелось. Нет, 2G2 – это 4. Если кто-то придет и скажет, ну, напиши там 5 вместо 4, это человек должен сказать, нет, это невозможно, это неправильно. Значит, он должен быть стойким, он морально должен быть стойким, он должен противостоять давлению, потому что давление будет со всех сторон. И справа, и слева, и снизу, и сверху, родственники, политические силы. Ну, как у нас, да. Он должен обладать тем, что называется вертикальность, вертикалитация, да, вот эта вот стойкость, он должен быть очень стойким человеком, должен быть законником, хорошим законником, хорошим специалистом и стойким человеком. Тогда он будет иметь возможность, да, еще последний момент, он должен пользоваться каким-то авторитетом в кругах прокуроров. Прокурор – это очень специфическая среда. Да, мы уж поняли, да, очень специфическая. Я помню, когда господина Гурина назначали генеральным прокурором, тогда, ну как же, представитель гражданского общества. Прокурору сказали, верхушка, да ерунда, мы ему дадим пару бумаг, он ему подпишет, и он будет у нас на крючке всю оставшуюся жизнь. И я так думаю, я не знаю, было это так, либо не было это так, но судя по тому, как поступал господин Гурина, это было недалеко от правды. Очень, сейчас задам вопрос, кратко, да или нет, такие люди, о которых вы говорите, есть среди молдавских прокуроров? Я думаю, что можно найти. Спасибо. Господин Многочевский. Если есть в системе прокуратуры такие люди. Да, и вообще мне вот по поводу возможностей компромисса между составляющими, об этом в принципе был вопрос. Концептуально в принципе договориться можно, потому что на конкурсной основе он должен быть избран. Найдем ли мы в системе прокуратуры вот именно этого волевого радикала, человека, я не знаю. Вот честно, я не знаю. Я надеюсь, что такие люди есть. Но я боюсь, что придется искать и вне этой системы. Потому что я, вот мое мнение, потому что я тоже с 2005-го все работаю. Я замечаю, что человек, который находился в системе прокуратуры как минимум три года, после трех лет его система заглатывает. Довольно-таки сложно его поменять. У господина Павловского, у него есть плюс. Он работал чуть-чуть в прокуратуре, но он пошел потом судей. Но он пошел потом судей Европейского суда. Он поработал адвокатом. И как бы вот все это время дало ему возможность переадаптивироваться, переформатироваться. Просто взять оттуда и переформатировать его в качестве генпрокурора, чтобы он был радикалом таким-то, таким-то. Не знаю, я не верю в эту ситуацию. Может быть, такие люди есть. И еще одно, в качестве шутки. Я бы поставил, как мотив для конкурса, спросить у этих кандидатов, сколько у них куметров или на нашей территории Республики Молдава. Потому что это важно. Да. Вы что-то хотели, если можно, кратко и будем завершать? Нет, очень кратко. Я думаю, что можно взять и со стороны. Но такому человеку нужны будут хорошие консультанты. Абсолютно. У нас сейчас Европейский Союз обеспечивает двух первых лиц своими консультантами. Вот если генеральный прокурор взять со стороны, дать ему хороших консультантов, которые зубастые, которые с опытом, которые со знаниями, тогда можно... Можно с вами поспорить, господин Павловский? Пожалуйста, поспорьте. Да, спорю. Спорю, потому что у нас были советники с 2001 по 2016. Я вам даже назову их фамилии. Хотите? Немец Хольгер Хельбах, Литовец Виргиниус Сабутис, господин Айварс Остапко. То есть вы понимаете, что эти все люди, они... Позвольте вам сказать в продолжение, что эти люди, они не имели доступа к генеральному прокурору. Я разговариваю с двумя из тех, которые вы перечислили. Генеральный прокурор, они просто сидели там в своем офисе и получали свою зарплату, порядка... Ничего не знаю, сумму. Какой обрели. Очень серьезную зарплату. И они не имели даже доступа к генеральному прокурору. Я как-то присутствовал на встречах. Это я к чему говорю? Что назначить кого-то в ходе? Нужны нормальные консультанты, генеральные... Мало людей знает, я скажу сейчас для публики, мало людей знает, что структура оказания помощи Европейским Союзом заключается в потребностях государства. То есть не эксперты приезжают в Молдову и говорят, что вы должны делать, а люди из Молдовы говорят экспертам, какой эксперт нам нужен и для чего. Европейский Союз дает им экспертов, и они подтверждают письменно, что они с этим экспертом согласны. Так должно быть. Работая по европейским проектам, я сам получал такие вот письменные согласия от местных властей на наших экспертах, кого предлагали им. Так должно быть. То есть не кого-то навязывают, кота в мешке, а человека... Я даже знаю одно ограничение, господин Павловский. Нужно запретить какие-то родственные отношения, потому что сразу обрастет кумовьями. И, по-моему, ничто не останавливает. Но как принцип, как сказал и господин Павловский, реально, вот лучше найти человека хорошего именно из системы. Потому что, ну, у меня вопрос именно, если мы сможем найти этого человека именно из системы прокуратуры. Но это как принцип, это наидеальнейший принцип для того, чтобы именно система работала правильно. Господин Боля, вот президент говорит, гражданин Молдовы. Ну, это обязательно. Молдова, обязательно. Он имеет доступ к секретной информации. Безусловно. Да, и не только. Вот говоря, какими качествами или что должен сделать будущий генеральный прокурор, вот кроме того, что говорил господин Павловский, еще одно. То, что он должен сделать, это открыть прокуратуру в обществе. Правильно. Чтобы рядовой гражданин, когда шел к этому прокурору, чтобы он не видел там какую-то физиономию, которая смотрит на него и думает, что ты пришел ко мне. Вот чтобы прокурор был открыт. И тогда, когда человек обращается с заявлением, жалобой, чтобы он не рассматривал это формально. Мы и так, вот с прокуратуры было снято, да, большой пласт работы по гражданским делам и по представительству граждан в судах по гражданским делам. Сейчас они занимаются только, ну, уголовщиной, да, то есть уголовными делами. Вот тогда, когда обращается к гражданин, чтобы это не было формально, что он там сделал, прочитал, чтобы там куда-то писку дал и до свидания. Все, для людей, должны быть они люди, для наших государственных. И второе, вот то, что вы говорили, есть или нету, я думаю, что и среди нынешних есть такие люди, да, но и нельзя забывать о тех людях, которые в свое время ушли из системы, знаете, как бывших не бывает. Или их ушли, да? Или их ушли, бывших не бывает, поэтому среди и бывших надо посмотреть. Ну, я еще раз говорю, у людей на сегодняшний день, вот тогда, когда вот высший совет прокуроров будет анонсировать вот этот конкурс, да, на должность, у них должно быть, во-первых, желание, они не должны бояться вот идти на этот конкурс. Вот сегодня вот в парламенте мы проводим вот конкурс на должность судей Конституционного суда. Уже на сегодняшний вечер уже 18 человек записалось. Завтра последний день, я думаю, что за 20 перевалят. И это хорошо, то есть люди начали... Люди начали верить, что реально, что не назначено заранее. Конечно, конечно, и я уверен на 100%, потому что это будет серьезный конкурс, экзамен. Понимаете? Я хочу, чтобы в прокуратуре то же самое было, чтобы там стояла очередь, человек там, не знаю, 20, 30, может, 40, 50. И вот пускай в 2, в 3 этапа, там, в 5 вот этих людей отсеивает, и пускай будет, скажем так, достойнейший и среди достойнейший. Пусть победит достойный. Спасибо. Наше время вышло, мы немножко перебрали, но я не жалею, потому что, мне кажется, мы говорили сегодня об очень важных вещах. И о прокуратуре, и о том, какой она должна быть, о тяге должности генерального прокурора, и о том, что все-таки у нас, наверное, есть, остались. Я верю в это. Те люди, которые могут занимать такие должности. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы посмотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»